Эта программа здесь и сейчас в студии Екатерины Стариковой. Здравствуйте! Пластическая хирургия работает на стыке медицины и искусства. Ведь хороший врач должен не просто механически сделать операцию, но и обеспечить достойный эстетический результат своей работы. Поэтому к выбору клиники и специалиста нужно подойти максимально тщательно. Сегодня в нашей студии онколог, реконструктивно-пластический хирург первого клинического медицинского центра Роман Нитяга. Роман Алексеевич, добрый вечер! Добрый вечер, Екатерина! Рады видеть вас в нашей студии. Нашим зрителям нужно обязательно напомнить, что работаем мы в прямом эфире. Телефон студии 324322, код города 4922. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, если они у вас имеются. Роман Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о наиболее востребованных услугах именно в плане пластической хирургии, которые есть в первом клиническом медицинском центре, который территориально находится в Коврове. Ну, зачастую, когда мы слышим выражение «пластическая хирургия», все обыватели представляют себе косметическую хирургию, связанную с хирургией лица, с хирургией тела, молочной железы и антивозрастной хирургии, так скажем, в общем и целом. На самом деле, пластическая хирургия – гораздо более широкое понятие, которое представляет собой и реконструктивную хирургию, в том числе, когда пациент по ряду причин может быть лишен какой-либо части тела, либо части лица, либо иметь какой-то функциональный дефект, не говоря уже о косметическом дефекте, видимых зон, например, шеи, лица, конечностей. И тогда он обращается к пластическим хирургам, которые в том числе занимаются реконструктивной, а не только косметической хирургией. Если мы говорим про косметическую хирургию, то наиболее частые желания пациента, с которыми они приходят к пластическому хирургу, во всяком случае у нас в центре, это антивозрастная хирургия лица, это хирургия молочной железы и хирургия тела во всех ее проявлениях, от липосакции до абдоминопластика. И, например, устранение диастаза мышц живота, устранение каких-либо рубцовых деформаций и изменений. Если говорить о хирургии, связанной с лицом, здесь есть какие-то возрастные ограничения? Например, 20-летним не делаем, 30-летним не делаем. Или нет какого-то определенного возрастного порога? Да, естественно, если приходит пациент или пациентка, которая хочет выполнить какую-либо пластическую операцию, связанную с изменением формы лица, с изменением определенных зон лица, то, конечно же, мы говорим о показаниях для этой операции. Для любой, в том числе, пластической операции должны показания быть. И должны быть какие-то объективные изменения, которые будут диктовать необходимость выполнения той или иной операции. К сожалению, эти изменения зачастую являются не объективными, а субъективными по мнению пациента, либо по мнению хирурга, к которому пациент пришел. Поэтому, если есть показания, к примеру, для выполнения блефоропластики, она может быть выполнена в любом возрасте, вне зависимости от того, это 20 лет пациенту, либо 60 лет пациенту. Если более конкретно, на какие критерии опирается врач? Есть конкретные критерии и конкретные показания для каждой операции. И они также зависят от того, что доктор может предложить пациенту, что хирург может предложить, какими методиками он владеет. Владеет ли он полным спектром всех методик, начиная от каких-то малоинвазивных нитевых технологий, заканчивая обширными операциями на лице с подтяжкой с массой, диссекцией с массой, либо он владеет только ограниченными какими-то методами. Поэтому, еще раз повторюсь, что для любой операции, в том числе косметической операции, существуют свои определенные показания. Есть пациенты, которых приходится отговаривать от выполнения той или иной операции, так как, по моему мнению, им не показана эта операция. Они имеют исходные параметры с косметической точки зрения, близкие к идеалу, которые есть у нас сейчас, в нашем современном мире, и пациенту не нужна эта операция. Если опираться на вашу практику, многих удалось отговорить? Я не знаю, насколько до конца мне удалось многих отговорить, но я этим занимаюсь практически каждый прием. Что в итоге происходит, к сожалению, не могу сказать, потому что есть другие мои коллеги, которые могут обратиться пациенты, и которые могут им не отказать. Если говорить о обвисшем животе, то здесь можно только хирургически устранить эту проблему? К сожалению, да. И если есть какие-то растяжки, есть, в принципе, растяжение и слабость ткани передней брюшной стенки, которая состоит из мышц, апоневроза, состоит из кожи, подкожной жировой клетчатки, зачастую после беременности, после рода у девушек возникает слабость ткани передней брюшной стенки и избыток кожи, которая, к сожалению, не сокращается и становится с возрастом менее эластичной, то только лишь хирургическим методом мы можем избавиться от этого. – Бывают ли такие же ситуации, когда у человека появляется излишняя обвисшая кожа, когда он резко худеет? Или это в основном женщины, которые после беременности и рода столкнулись? – Да, есть категория пациентов, так называемых бариатрических пациентов, которые либо самостоятельно своей силой воли, физическими нагрузками сбросили, скажем так, две, оставили две трети своей массы, да, и треть массы они сбросили, к примеру, 170 до 100 кг они довели себя, и, естественно, кожа не успела сократиться так активно, как хотелось бы, им показано выполнение этой операции, не только с точки зрения косметики, но и с точки зрения качества жизни пациентов, им показано выполнение этой операции. – Что такое липосакция? – Липосакция – это удаление жировой клетчатки, которая осуществляется путем введения определенного раствора, который в несколькой степени растворяет жировую клетчатку, и забора ее путем специальных инструментов, которые через небольшие проколы кожи вводятся в подкожную жировую клетчатку и аспирируются, то есть высасываются из подкожно-жировой клетчатки жировые клетки. – А вот подобные операции, они кому показаны? – Они показаны тем, у кого есть какой-либо избыток подкожно-жировой клетчатки в той или иной зоне, будь это зона рук, будь это зона бедер, то есть конечности туловища, либо, например, зона подбородка, зона шеи. – Самое интересное, что этот жир, который мы забираем, мы можем ввести для создания объема, то есть воспользоваться им в качестве филлеров, так называемых. – То есть это материал, да? – Да, это тот материал пластический, пластический материал самого пациента, которым мы можем воспользоваться для исправления какого-либо косметического недостатка в тело, либо лица. – То есть этот натурпродукт не пропадет? Его можно применить в другой области? – Да, его можно применить прямо сейчас. – Сейчас, да, и зачастую мы занимаемся, в принципе, липофилингом, да, эта процедура так называется, мы забираем жировую клетчатку там, где она есть, и вводим в необходимые зоны. – Эффект хороший? – Эффект хороший при каких-либо рубцовых деформациях, при каких-либо изменениях, зачастую это наиболее быстрый и эффективный способ пластики. пациент выписывается из стационара сегодня, и нет необходимости ждать эффекта в течение многих месяцев. Эффект виден сразу. Да, он может нивелироваться в какой-то степени через 3-4 месяца. Это жировая клетчатка, которая была пересажена, она будет рассасываться. Но, тем не менее, эффект есть. И он прогнозируем и ожидаем. – Ну, до чего современные технологии дошли, как говорится. Давно это вообще применяется? – Естественно, да, давно это применяется. Это применяется на момент вообще появления такой методики, как липосакции и введение жира непосредственно в ткань, в клетчатку, в какие-то пространства. – О коррекции груди тоже предлагаю поговорить. Каковы основные показания к пластическим операциям на молочной железе? Есть ли здесь плюсы, есть ли здесь минусы? – Ну, наверное, основным показанием является желание пациентки изменить форму молочной железы. Форму и размер – это основное и единственное показание для выполнения этой операции. А далее мы уже говорим о том конечном результате, который хочет получить пациентка, и о тех методиках, с использованием которых мы можем добиться этого конечного результата, выбирая наиболее эффективную, быструю и простую методику. – Есть ли, может быть, такой нескромный вопрос, но есть ли какой-то золотой стандарт именно в плане размера груди, чтобы и женщине было удобно, и это было красиво, и для здоровья не вредно? – Ну, нет такого понятия для здоровья не вредно. Любой имплант любого размера, он будет одинаково не вреден для здоровья. А золотым стандартом является, еще раз повторюсь, желание пациентки. – То есть можно скорректировать грудь также после родов, да, после кормления ребенка? – Мы говорим не только о изменении размера молочной железы, но и изменении ее формы. Зачастую после беременности, кормления, молочная железа теряет свой тонус, и возникает тост молочной железы, который бывает нескольких степеней. И вот коррекцию этого аптоза мы можем выполнить как с использованием собственной ткани молочной железы, выполнить мастопексию без использования имплантов, так и в комплексе с имплантами. – Вот подобные операции женщинам, которые родили не так давно, они через какой промежуток времени показаны? – Вопрос никогда не родили, вопрос когда закончилась лактация. – Лактация должна быть завершена как минимум 12 месяцев назад для того, чтобы говорить о выполнении этой пластической операции, так как при больших, достаточно серьезных операциях на молочной железе, когда пересекаются протоки, когда выполняется уменьшение молочной железы, и когда выполняется подтяжка молочной железы, мы нарушаем анатомию, нормальную анатомию молочной железы, и лактирующая железа будет вести себя совсем не так, как нам хочется, мы получим какие-либо воспалительные заболевания, лактостазы, будут формироваться кисты, которые потребуют дополнительных вмешательств, пункций, и неприятных ситуаций, которые будут ждать пациентку. – Ваши пациентки приходят к вам чаще за объемом или за формой? – За формой. – За формой все-таки? – Да. – То есть сейчас не так популярно увеличение груди? – Нет, почему оно популярно? – Это сейчас модно? – Это отчасти модно, и есть большое количество пациенток, которые хотят получить объем, ну, соответственно, изменить форму, получить другой объем. Но в моей практике чаще встречаются те пациентки, которые приходят за изменением формы. Как относятся россиянки к возможности улучшить свою внешность с помощью пластического хирурга, узнаем из нашей справки. По данным опросов, 4% россиянок в принципе отрицают пластическую хирургию, 24% держат нейтралитет, а вот 37% женщин пластическую медицину одобряют. Из них 14% уже предпринимали попытку изменить свою внешность с помощью скальпеля. При этом больше половины, 54%, тех, кто делал пластическую операцию, корректировали грудь, 14% – нос и 12% – губы. Что же останавливает тех, кто откладывает пластическую операцию? На первом месте страх врачебной ошибки. Эту причину назвали 30% женщин. На втором – отсутствие гарантии результата, 14%. А вот боли боятся всего 13% женщин. Вот такие бесстрашные женщины. На самом деле пластическая хирургия не является болезненной зачастую. И используются те препараты, анальгетики, которые в ранний, послеоперационный период купируют болевой синдром достаточно эффективно, и это не больно. Пластические операции именно в медицинском центре, где работаете вы, которые территориально находятся, еще раз повторюсь, в Коврове, потому что не все, может быть, еще знают. Первый клинический медицинский центр. Они, вот эти операции, они востребованы? Есть какая-то статистика, много ли в год делают пластические операции пациенты? Да, это операции востребованы, я не помню статистику за прошлый год, за первые, сколько у нас, чуть больше, или два месяца этого года. Операции выполняются практически каждый день. Сегодня, вчера, понедельник и так далее, и тому подобное. Они востребованы, они востребованы, есть сейчас, и я думаю, что будут дальше также востребованы в том или ином виде. И, возможно, будут меняться какие-то тренды. Будет меняться мода, будет меняться мода на форму носа. Да, я говорю мода, и, может, кому-то это покажется жутким. Ну, как так, может меняться мода на форму носа. Но если мы вернемся чуть-чуть назад к нашей истории, на 2-3 тысячи лет назад, и увидим те идеалы красоты, которые существовали тогда, они кардинально отличаются от того, что мы видим сейчас. И что будет там через 100 лет, мы также не можем сказать. Как вы относитесь к тому факту, что многие как под копирку хотят сделать лицо? То есть они фактически идентичны девушке, я имею в виду. Ну, это касается формы носа зачастую. Да, я поэтому и говорю. Зачастую касается ринопластики. Мы говорим о тех трендах и о той моде на тот нос, который есть. Выполняются они под копирку, как вы говорите, ну, видимо, потому что девушка хочет получить именно такой нос. Ну, да, не черный такой, да? Другой нос ее не устраивает абсолютно. Когда-то пройдет время, это изменится. Ну, например, в настоящий момент меняются тренды на объем губ. Да, это меняется. Я думаю, что пройдет какое-то время, изменятся тренды на форму носа. И, может быть, этих операций станет гораздо меньше. Может быть, их будет столько же. Увеличение губ – это тоже пластика? Ну, по сути дела, это пластическая манипуляция. Это не операция, которой занимаются врачи-косметологи, наши любимые коллеги. Да, это тоже в какой-то степени воздействие на свой организм с целью изменения каких-то косметических параметров, форм. Вас вот как врача и, может быть, даже как человека не расстраивает, что многие люди приходят, дабы сделать пластическую операцию, не для того, чтобы устранить какие-то недостатки в своей внешности, а для того, чтобы кого-то удивить, других людей, произвести впечатление. Меня это, во-первых, расстраивает, во-вторых, я пытаюсь отсеять тех пациентов, которые стараются угодить кому-то, ну, кому-то угодить, выполняя пластическую операцию. Это хирургическое воздействие, которое сопряжено с определенным риском. Это решение исключительно пациента, и он это должен делать исключительно для себя. Эта тема достаточно сложная, тема интересная, и мы можем ее бесконечно, наверное, продвигать в рамках сегодняшнего эфира, но еще раз повторю, пластическая операция может быть выполнена только для самого пациента, не для мужа, не для жены, не для друга, не для кого-то. Мы можем иметь ряд исключений, когда есть реально медийные личности, которые работают своим лицом, своим телом, да, это огромное количество артистов, и для них это важно, это их профессия. Да, здесь есть исключение, наверное, вот это вот маленькое исключение. Может быть, они не хотели бы выполнять эти пластические операции, им это не нужно, но их заставляет, их образ жизни и их деятельность профессиональная толкает на это. А 99,5% населения все-таки очень хотелось бы, чтобы эти пациенты и пациентки приходящие делали это исключительно для себя. Зачастую мы видим, наверное, какие-то пограничные состояния у пациента, мы видим какие-то потенциально психологические или даже психические расстройства, и эти пациенты направляются к определенным специалистам для получения заключения, определения того, что да, пациент абсолютно вменяемый, хочет получить этот результат для себя, а не для кого-то. То есть даже такую степень отбора приходится применять? Есть патология, так называемая патология, как дисморфофобия, когда пациент изначально недоволен своим внешним видом, он недоволен всем своим внешним видом, и в этой ситуации, что бы мы ни делали, мы не сделаем его счастливее. Мы не сделаем его радостнее, не сделаем жизнь его лучше. Ну, как бы я считаю, что цель, в принципе, любой медицины, мы не говорим только про пластическую хирургию, это улучшение качества, продление жизни. Да, если мы говорим про качество жизни, мы говорим об удовлетворенности пациента собой. И вот здесь как раз пластическая хирургия помогает пациенту стать более удовлетворенным с собой, почувствовать уверенность в себе. Хотя, конечно же, профессионалы скажут, что уверенность должна быть изначально, а потом уже мы должны говорить о пластической хирургии, и я буду с ними абсолютно согласен. Вот в тему, в догонку, если говорить об уверенности, люди, которые, многие люди, я не скажу, что все, но очень часто такое бывает, которые задумываются о пластической хирургии, они действительно не уверены в себе, как мне кажется. И, может быть, здесь детские комплексы, может быть, еще какие-то психотравмы. Это тема работы психологов, психотерапевтов. А не к психологу, да, и с этим идти, а не к пластическому хирургу. Да, я думаю, что нужно обращаться, во-первых, к психологу, разбирать свои детские травмы, потому что все, наверное, все-таки из детства, и разбираться с этим, и говорить уже потом о пластической хирургии, как о методе конкретной коррекции каких-либо изменений, которые есть у пациента. Но давайте будем откровенны, что патологии все-таки гораздо меньше, чем норм в нашем мире. Мы верим в это, и мы знаем об этом, что патологии гораздо меньше, и гораздо больше пациентов, которые приходят, да, объективно имеют какие-то косметические недостатки, которые не совпадают с трендами современной реальности, в которой мы живем, и они хотят это исправить. И они могут получить это исправление относительно простыми, быстрыми и эффективными методиками. Роман Алексеевич, вот после каких операций результат может сохраниться на всю оставшуюся жизнь? А какие все-таки потребуют, зоны какие потребуют очередной подтяжки? Сто процентов ринопластика сохраняется на всю жизнь. Этот результат, он... Это нос. Это нос, он, к сожалению, не возвращает назад. То есть мы не можем сделать нос обратно. Если человек перехотел, то уже не получится. Ну, практически нам очень-очень сложно будет выполнить обратную ринопластику для возвращения того носа, который был. Это первое. Из того, что не меняется абсолютно. В принципе, все остальное изменяемо. Сила тяжести всегда с нами. Есть сила притяжения земли, есть старение организма, естественное старение организма. Есть изменения в строении соединительной ткани, которые поддерживают как лицо, как молочную железу, так и переднюю брюшную стенку. Естественно, выполненная подтяжка лица через 20 лет будет нивелирована. Ну, в какой степени нивелирована? Все равно эти пациенты будут, скажем так, по сравнению с теми пациентами, которым не была выполнена эта операция, выглядеть по-другому, они будут моложе. В одном возрасте, но выглядеть будут по-другому. Но какие-то изменения все равно произойдут. Произведут изменения с молочной железой, которые были установлены, импланты того или иного объема, сила тяжести повлияет на форму молочной железы. Растяжение соединительной ткани повлияет. Тоже касается, ну, в меньшей степени, абдоминопластики или каких-либо других воздействий. Распространенное мнение, что пластическая хирургия – это для женщин. Но представители пола тоже, сильного пола, тоже хотят быть красивыми, и для этого иногда ложатся под скальпель. Я думаю, для вас, как для медика, это не секрет. Да, не секрет, у меня есть пациенты-мужчины, и в этом нет ничего такого. У нас есть небольшая справка на эту тему. Давайте посмотрим, потом обсудим. По данным Американского общества пластических хирургов, за последние 20 лет число мужчин, которые прибегли к услугам таких специалистов, возросло на 99%. При этом на Западе самыми популярными процедурами считается ботокс, установка филеров для обозначения линий челюсти, а также коррекция формы подбородка. В России за услугами пластических хирургов обращаются обеспеченные мужчины после 45 лет. Чаще всего они делают блефоропластику, изменение формы век и подтяжку нижней трети лица, чтобы убрать провисание кожи щёк подбородкой шеи. 9 из 10 мужчин также имеют проблемы с дыханием и нуждаются в коррекции носовой перегородки. В первый клинический медицинский центр чаще обращаются за пластикой мужчины или женщины? Конечно, женщины, как и, я думаю, везде. Но пациенты-мужчины тоже есть? Пациенты-мужчины есть, и это норма, так будет. Что они хотят усовершенствовать в своём теле? Ну, в принципе, мы сказали, да, это блефоропластика, это нижняя треть лица, иногда это липосакция, это те мужчины, которые потеряли посредственно бариатрии, бариатрической хирургии, либо самостоятельно достаточно большой объём своей жировой клетчатки, это доминопластика, ну и также другие операции, о которых мы можем говорить. Всё-таки септопластика, пластика носковой перегородки, это операция исключительно по медицинским показаниям для восстановления нормального дыхания, а не как с целью улучшить... Внешний вид. Внешний вид, да. Огромное количество пациентов-мужчин обращается для выполнения ринопластики, а именно реконструктивной ринопластики, посттравматической. Не для косметических целей, когда пациент хочет изменить просто форму носа, и нос у него абсолютно здоровый. А это такие травмированные носы, типа тем или иным причинам. Когда человек задумывается уже вплотную, да, что ему пора делать, или нужно сделать пластическую операцию, любого характера, он начинает перебирать медицинские центры, врачей, да, конкретных специалистов. Вот как здесь не попасть в просак? На что нужно обратить внимание? Всё-таки пластика – это очень серьёзное вмешательство, и хотелось бы, чтобы это было качественно. Ну, здесь пациенты зачастую обращаются не к одному хирургу, они посещают нескольких специалистов, слышат отзывы своих знакомых, друзей, родственников, вообще о этом медицинском центре, о хирурге, который будет выполнять операцию потенциально. И таким образом выбирают. Первое, что важно сказать, что пластическая хирургия – это хирургия, как и любая другая, связанная с наркозом, связанная с ведением народных тел, с определённых препаратов медицинских, для наркоза, для выполнения самой пластической операции. И безопасность здесь должна стоять на первом месте, потому что в пластической хирургии, по сути, мы берём здорового человека и делаем из него пациента. Поэтому безопасность должна стоять на первом месте, и пациенты должны оценивать уровень клиники в плане реанимации, в плане наличия расходных материалов, оборудования для выполнения своей операции. – Ну вот простой житель региона может узнать эту информацию, чтобы понять, какая у клиники репутация, и какие возможности есть? – Ну, наверное, я сейчас буду нескромным, если посмотреть на какую-либо клинику, если это большая, серьёзная клиника, которая занимается многими направлениями хирургии, многими направлениями медицины в целом, это та клиника, у которой есть весь необходимый набор. – Так, как в первом клиническом медицинском центре? – Ну да, я уже сказал, что я буду нескромен, как, например, наша клиника. – Какие вопросы обязательно нужно задать пластическому хирургу на самом первом приёме? – Ну, самый первый приём, и зачастую предоперационный не один приём, я стараюсь встречаться с пациентами несколько раз, если это возможно, и если у них остаются вопросы. Самое главное – задать вопрос о том, что хочет пациент, какое хочет изменение, ну, давайте, не знаю, поговорим про мамопластику, девушка хочет получить именно такой размер груди, такой формы, и что может предложить хирург? Первое. Второе. Насколько длителен будет период реабилитации? – Потому что период реабилитации, те сложности в период реабилитации, которые будут, могут остановить пациента от выполнения той или иной пластической операции. И пациент может просто-напросто сказать, что если бы я знал, что будет так, я бы этим не занимался, это неправильно. В-третьих, те осложнения, которые могут быть после выполнения той или иной пластической операции. Мы рассказываем максимально о возможных осложнениях, которые бывают, которые отмечены в литературе, с которыми потенциально может быть. Мы никогда не встречались, но они бывают. Бывают такие серьезные, грозные осложнения. И что мы будем делать при выявлении тех или иных осложнений, когда эти осложнения появятся? Появятся они сразу, появятся они через неделю, через две. И куда обращаться пациенту? Как ему действовать? И вообще, что ему делать? Потому что пациент в принципе не знает, что это такое и как с этим бороться. И самое главное, он не понимает ту опасность, которая какое-то это осложнение может за собой таять. Например, скопление незначительного количества сирозной жидкости после абдомина пластики, может быть, 50 мл, не приведет ни к чему. А скопление определенного объема крови, а не сирозной жидкости после выполнения блефоропластики в зоне операции может привести к достаточно серьезным последствиям. Замечательно, что вы все карты раскрываете перед пациентами. Они уже, собственно, подготовлены и морально, и физически к оперативному вмешательству. Я знаю, что в ПКМЦ достаточно часто используются возможности телемедицины, что сотрудничаете с известными тоже врачами и московскими. В плане пластической хирургии проводите такие консультации? Требуются ли они вам или нет? В плане пластической хирургии, ну, во-первых, мы участвуем в телемедицине со своей стороны, мы консультируем пациентов. То есть вы консультируете? Да, мы консультируем пациентов. Если у нас есть необходимость для получения консультации какого-либо специалиста для получения второго мнения, которого нет у нас в центре, мы имеем полную возможность связаться, я не знаю, там, с нашими учителями, с какими-то клиниками и получить ответы на свои вопросы. Какие еще возможности есть в центре? Я имею в виду оборудование, естественно, потому что это тоже очень важный фактор при выборе клиники и центра для проведения пластической операции. И кадры решают все. Врачи, которые делают пластические операции. Ну, у нас есть в плане оборудования в хирургическом центре, в первом клиническом медицинском центре, в общем, оборудование от самого необходимого наркозного оборудования, диагностического оборудования в плане ЭКГ, УЗИ аппаратов до тяжелых аппаратов, там, КТ, МРТ. И мы являемся клиникой замкнутого цикла. Если мы даже не говорим про пластическую хирургию, мы говорим про онкохирургию, у нас есть все возможности для диагностики достаточно серьезных заболеваний, обследований пациентов по онкологическим программам у нас присутствуют. Соответственно, мы это же оборудование можем использовать в других направлениях. Пластическая хирургия сегодня, она доступна? Только богатым людям? Или все-таки эти услуги могут получить люди среднего достатка? Ну, здесь как бы надо понимать для себя, что такое средний достаток, что такое богатые люди. Я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос прям досконально. Да, я только лишь скажу, что это зависит от конкретной операции, зависит от конкретных возможностей пациента. Может ли он позволить себе выполнение той или иной операции? Да, конечно же, зависит от уровня его дохода и, к сожалению, пластической хирургии, косметической хирургии. То есть мы имеем реконструктивную хирургию в ОМС, а косметической хирургии в ОМС никогда не было и вряд ли когда-то будет. В ОМС нет и вряд ли будет, а по ДМС? Это зависит конкретно от программы ДМС и от страховой компании, поэтому здесь мы конкретно каждый случай, у пациента, у которого есть ДМС, выясняем с страховой компанией. Они нам отвечают, да, это возможно, либо нет, это невозможно. Восстановительный период, насколько он велик после пластической операции? Пластические операции бывают разные, косметические тоже, поэтому восстановительный период после верхней блефропластики может составлять 3 дня, на третий день мы снимаем швы и, в принципе, пациент может отправляться по своим делам, выходить на работу. А восстановительный период после обширной, серьезной абдоминопластики будет составлять полтора месяца. Поэтому говорить одним таким широким мазком о том, что восстановительный период составляет от 3 дней до полутора месяцев, наверное, не получится. В общем, все индивидуально. Это зависит от объема, зависит от конкретной операции. Также мы видим конечный результат операции далеко не сразу. При многих операциях мы видим конечный результат ринопластики зачастую через год. И какие-то проблемы, возникшие при первой операции, какие-то послеоперационные изменения в плане движения хрящей, движения костной пирамиды носа, мы можем заметить через год и говорить через год о возможной коррекции. Развенчайте, миф это или действительно правда, я где-то вычитала, что подготовка к любой пластической операции включает в первую очередь здоровый образ жизни, ведение здорового образа жизни. То есть все резко должны стать зожниками, те, кто хочет сделать пластику. Да, желательно. Желательно, все-таки да. Конечно, желательно, чтобы пациент до этого не курил в течение минимум трех лет. Это повлияет на качество кожи, на заживление раны и так далее. Но, к сожалению, мы это не всегда получаем. И далеко не всегда это возможно. Да, конечно, хотелось бы. В плане зожа мы говорим об базовых параметрах состояния организма, которые дают нам возможность выполнить эту операцию. И еще раз повторюсь, мы берем здоровых людей на косметические операции. Исключительно здоровых людей. А потом уже делаем из них пациентов. Поэтому пациент должен быть здоров по всем параметрам. Для выполнения операции не должно быть никаких малейших противопоказаний. Роман Алексеевич, на закуску, да, на последний такой у меня вопрос к вам. Что такое красота в представлении пластического хирурга? Вот на ваш личный... Красота в представлении пластического хирурга то же самое, что в представлении другого человека. Любого другого человека, не хирурга, не пластического хирурга, то же самое. У каждого свои критерии красоты и свое определение. Поэтому мы делаем то, что хочет получить пациент. И только лишь тогда мы будем получать довольных и счастливых пациентов, а не людей, которым мы сделали так, как мы считаем нужным. Красота, как говорят, в глазах смотрящего. Абсолютно верно. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо за приглашение. Наша программа подошла к концу. Я желаю вам всем хороших выходных и до новых встреч в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!